Ну что ж, после сюжета, Екатерина, у меня к вам такой вопрос. Раз мы затрагивали школы, ведь все-таки, вот как показывает статистика, что 90% наркоманов это дети подросткового возраста до 17 лет. Почему вот именно зона риска, вот этот подростковый возраст? Проблема в том, что в этом возрасте личность человека еще не абсолютно сформирована. И бывают незрелые подростки, которых легко уговорить, употреблять. Существуют разные, опять-таки, как я уже говорила, протесты, и это подростковые протесты. В подростковом возрасте рушится мировоззрение. И мировоззрение преподавателей, родителей максимально пытаются опровергнуть и предложить что-то новое, совершенно другое. Не такое, как говорят правильные родители и другие взрослые. И, соответственно, в этот период очень легко, предложив наркотик, предложив вот этот новый какой-то мир, новый способ, против которого выступают в школе, каким-то образом уйти в это. А можно ли научить подростка, именно подростка, то есть в этом сложном возрасте, противостоять вот этой вот среде, вот этому кругу общения, как-то свою точку зрения сформировать? И кто это должен делать, родители? Мне кажется, в любом абсолютном возрасте одна из главных задач родителей научить ребенка ответственности за собственную жизнь. И ответственности за то, что любое решение, оно отражается в первую очередь не на родителях и педагогах, а на нем самом. И сказать, что мы тебе доверяем, что ты способен решить какие-то проблемы, естественно, в каждом возрасте вот это доверие, оно свое, да. Но в подростковом возрасте уже человек очень много что может сам. И главная задача родителей научить его ответственность, да. И ответственность в данном случае, самый главный инструмент, который позволяет подростку сказать нет и оказаться в другой ситуации, заняться другими вопросами. То есть противостоять этому? Да, в принципе, да. Потому что, да. То есть, в принципе, если так подвести итог, то есть сказать, что такое хорошо, а что такое плохо, да? То есть в подростковом возрасте ребенок должен уже уметь различать вот это вот... Он должен знать, что он это делает, вред наносит себе. И он должен уметь принимать решения и выбирать. И вот здесь я, наверное, ответственность подразумеваю именно как умение принять решения самостоятельно. И умение отвечать за свои поступки. Не пугайтесь, на самом деле, очень мало родителей, которые не смогли научить своих детей говорить спасибо, пожалуйста, мыть руки перед обедом, быть обрядными. И восстановить ребенка, дать ему установки неприязненного, неприязненные установки к химическому раю, чтобы коротко, да, наркотиками, так же несложно. Только на это надо обращать внимание. Когда я увидел, мы снимали в Лос-Анджелесе в парке в субботу, девочка пятилетняя подошла, поинтересовалась, мы навели на нее камеру. И она нам прочитала 40-минутную лекцию о том, что не следует пить больше, чем две чашки кофе в сутки, ни в коем случае нельзя не то, что внутрь таблетки принимать, но даже играться ее в виде колесиков нельзя. И вот так ребенок был образован. Уверяю вас, такой ребенок никогда не попадет на удочку, там, ты лох или там еще что-то такое, первый раз не опасно и прочее, да. То есть воспитание. И на самом деле это не намного сложнее, чем просто нормально воспитывать ребенка, добавив вот эту тему не как навязанную, а необходимую.